снова я нашел опять но переростки березовый ствол мы с вами видим вот он и вот она дружная семейка опять вот видите вот они уже конечно это переростки большие вот это пятки хотя наверное да небольшие большие уже он гниль видите вот гниль уже видно так бы взял конечно но тем не менее тем не менее находка грибы встретил уже хорошо уже хотя бы такая радость хотя бы в таком виде они есть в принципе я вот так думаю если вы кто-то из местных по моему по моему сегодняшнему маршруту прошелся бы например дня на 4 пораньше на 5 вот опять бы уже набрал грибы были ну а так нормальный грибов на сегодня я пока не встречал нормальных в том плане которые можно взять домой ну для еды или для заготовки пока такая ситуация набрел я на красивый участок леса вот ранее именно здесь я не был чем интересен участок ну вы видите что во первых он более-менее светлый вот и здесь вот сзади меня видны в основном ель и сосна растет а если повернемся там уже ведь видны березки то есть как бы разбавляется лес немножко но и становится естественно светлей покров под ногами это мог что тоже радует но и видны повсюду какие-то следы чита идти достаточно по таким местам комфортно ну и коль уж это такой легкий березнячок смешанный участок может быть посчастливится увидеть чагу вот сейчас иду и всматриваюсь в березы пока все нравится пока все супер красавцы переростки опята кучей куча куча здесь блин на переростки он три маленьких есть нормальных но три штуки это мало и он там с той стороны тоже видны уже подсыхающие опята вон там вон их сколько здесь так бы по-нормальному я бы взял их если хорошие были снова вышел на какой-то березняк тут я точно не был встречаются вот такие грибы в таком виде название я забыл как-то вот я их учил но подзабыл но смысл в том что я их не беру ну и главное конечно это березняк если меня не обманывает зрение то передо мной долгожданная чага главное чтоб она была нормальной не гнилой а хороший вот березка перед нами березка а вот она чага ну я думаю кусочек наверное даже не знаем брать не брать какая-то она даже я ребят не знаю не эту не буду брать пусть еще растет потому что тут еще половину с ней чистишь и даже не буду это место запоминать ладно какие-то запасы дома есть уже хорошо это пусть растет тем не менее находка так надо вернуться ее сфотографировать я забыл для фотоархива ну и вот пока продолжаю двигаться дальше вокруг у такая вот красота как долго это будет продолжаться я не знаю будет стать хочу сказать что шел я без навигатора и без компаса то есть не сверху не сверялся с маршрутом но и в конечном итоге как я и предполагал я тут ходил крутился туда-сюда ходил короче я сбился с направления сбился очень хорошо включив навигатор я понял что ушел вообще далеко не туда куда планировал хотя вроде бы и контролировал свое движение ну то есть относительно прямую линию не в этот раз не получилось очередное доказательство что нужно всегда вот так вот если выходить куда-то брать азимуты и как говорится не рисковать сейчас я уже сверился с направлением поэтому наверстываю упущенное как-то так паук крестовик по моему ведьку хороший паука паучок класс такой укусит мало не покажется аллергия точно будет вот куда смотрит камера там была чада я увидел чага была хорошая хорошая высота хороший кусок на хороший березе и с помощью своей любимой палки потратив минут пять я ее сбил вот видите это чага повторюсь кто не знает вот этот вот слой мягкие коричнево-оранжевая убираю это которым она была к дереву приделала сверху чуть-чуть чуть-чуть счищаю кору убираю и на выходе остается чага такие тверденькие кусочки коричневатые он оттуда где сейчас летает шершень я ее и снял супер повсюду встречаются вот такие знатные вывороты вот здесь видно что какой-то зверек копался эти мог поднял самым подняться так не мог ну а я взял обратный путь иду обратно в принципе прогулка сегодня удалось постоянно снимаю себя этих лосиных мух они меня сегодня вымотали честно говоря по результату могу сказать что прогулка удалось сто процентов прошел в принципе тот кусочек который планировал ну и самое интересное самое интересное нашел три куска чаги хороших мухи не могу прям отговорю они там в лицо лезут грибов в том состоянии чтобы их брать домой нет зато полно вот в таком виде видите это уже естественно переростки опята имеется ввиду тем не менее грибы увидел ну и считаю что все получилось сейчас пробираюсь через эти заросли иду сейчас по компасу беру ну как бы азимут ориентир и двигаюсь до какого-то дерева например сейчас иду к этой сосне от этой сосны возьму также направление и вот такими кусками буду идти достаточно прямо ну вот как то так выход в принципе простой но для меня он был информативным достаточно интересным я надеюсь вам он тоже ребята понравится вообще в лесу осенью когда выпадает солнечный денек очень классно это время застать это настоящая благодать супер все я сейчас иду дальше вот делаю тут пару фоток и иду на выход посмотрите ребят в каком я красивейшем месте это немножко тоже такой заболоченный участок вон там особенно но туда я не иду я иду скажем так вдоль рядышком а если прямо сказать иду по следам тут лосиный след я по нему и иду но он примерно совпадает с моим маршрутом на выход он видите там вот заболоченный участок вот здесь вот красота неимовернейшая вот этим осень и примечательно что так раскрасит лес так все раскрасит вокруг что слов просто нет посмотрите знаете как листва вся пожелтевшие покрасневшие местами березки все общем тут можно долго вот так просто стоять и любоваться сейчас делаю несколько фотографий на этом участке фотки я наверное в блоге в каком-нибудь размещу в одном из своих ну и пойду потихоньку дальше настроение прям класс и кстати тут тут такой запах вот как сказать ты даже не знаю такой терпки как вот кора дуба издает такой вот аромат здесь дубов нет запах вот чем-то такой похож в общем классно очень красиво если бы не эти вот мухи ведь вот лосиной опять я говорю с у них сотню себя снял полно я все никак не могу уйти из леса из этого места очень тут красиво вообще и хочу сейчас показать вам дерево сосну у нее очень ствол такой примечательный я таких ранее не видел он видите как вот такими наростами волнообразно идет скорее всего это какое-то заболевание или какой-то дефект был у дерева когда оно росло изначально я не знаю но со стороны это смотрится достаточно интересно и сразу как-то вот выделяется из общего фона вот видите как как такой вот волной росло на класс природа просто великолепно